Было это давно, во время Советской России. Одна из наших учениц, талантливая девочка, ей пришло в голову, что вообще говоря, фомыша и фомышата. Очень созвучно с мышатами. Это так понравилось, и вместо фомышата говорили «фы-мы-ша-та». Фомышонок потому и мышонок, что все грызет. А наш фомышонок, он грызет науку. Но им все по зубам, для них нет преград. Наши фомышата действительно такие. Символ мыши, мышки, фомышонка настолько прижился, что родилось много разных изображений. Они носят характер, знака, эмблемы. Каждая мышка, она вот занимается определенным видом деятельности. Все они очень-очень-очень разные. Ну и всех объединяет, что они вот такие вот лопоухие, интересуются всем. Ну, во-первых, мышонок маленький, довольно симпатичный. И его используют в том числе и наши биологи, генетики, памятники ему. У нас тоже придумали наши сотрудники. Изображение, оно тоже символичное. Они сидят на велосипеде с весьма кривыми колесами, но едут вперед. В Новом году, если это год мыши, крыса, крыса это очень умно, еще говоря, создание. Поэтому я хочу в Новом году пожелать всем нам быть настойчивым, не бояться ничего, находить все свои ходы и быть мудрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова